Эфир! Мы в гостях у Владимира Ильича Бровина. Вот он закопанный этап. Он закопанный от мух. Вот сейчас он был закрыт от мух. Теперь я их сейчас освободил. И они могут на нас наброситься сейчас. И будет вам легко. Ну ничего, может и обойдется все. Так. Да, спускаемся. Ой, блин. Так. Дмитрий с Грозной какой фамилией. Это самое. Вы вообще в какой части-то? Я? Да. По части объединения. Какой? Объединения. Всех сил. Помните, пролетарий всех стран, а мы объединение всех сил. Ага, понятно. Ну, нет, я тоже за. О. Я тоже за. Я готов, так сказать, объединиться со всеми силами, чтобы из этих сил получилось... О-о-о. Да. Остязайвый результат. Полезны людям, да? Да, 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 да. Полезны людям. Да. Это я понимаю. Что ты слышал про качер? Ты что-нибудь слышал про качер? Да. Я слышал про качер Бровина от Александра Боброва. Да. Я слышал. Значит... Качер Бровина... А ты его держал в руках? Нет. Вот, можно держать. А, вот так вот. Значит, вот... Нет, это не качер Бровина. Но это на качере Бровина сделана катушка. Это катушка Тесла. Вот эти все сволочи... Они... Это самое... Они... Про катушку Тесла Тесла слышали? А... Там было так. Значит, она, эта катушка, излучала какую-то... Ой, ну ее надо включить, тогда она будет работать. Сейчас она не работает. Вон. Что она там что-то такое делает. Ну, например, вот эта вот... Видите, она излучает чего-то такое. Да. И все такое. Если тут подставить лампочку, она... Это самое... Да, да. Светится. И... Эти самые... Светодиоды... Светодиоды светятся. А где они у меня светодиоды? Ну, в общем, неважно. Светодиоды тоже светятся. Вот. Ну, ладно, мы сейчас другую поставим. Значит... Но все это чистая неправда. Потому что... Если Тесла, он придумал трансформатор, в котором была... Это самое... В котором... Так, что такое? Ой, братцы. Приедут граждане, и все, ничего не работает. Да, да. А, нет. Это не поэтому. Это не поэтому. Потому что я сегодня не в форме. Да. Да. И включ... Да. И включ... И включаю совсем не те приборы, которые надо было включить. Блин, опять ничего. Работало только что. Работало. Работало. Да? Работало. Да. Нет, включите там кнопочку. Да что ж такое? Ой, господи, прости все сразу. Вот такое вот... С нами происходит всякое. Так что, я не то, что ли, включаю? Работало только что. Вот. Работает, да? Нет. Но вы нажимали, и был момент включения. Я видел, что... Сейчас. Ладно. Вот, нашлось. Да. О! Да вот! Так, ладно. Все, вот она включилась. Значит, о чем речь? Да. Речь о том, что у Тесла стоял конденсатор и включал. И у него что-то там какие-то искры сыпались. А Владимир Ильич, он придумал качер, который то же самое делает, что конденсатор. Но только постоянно. То есть, вот эта вот катушка, она правда катушка Тесла, но катушка это кусок железки. А они включаются как бы в конденсатор. А он не конденсатор, а качер. И он работает постоянно. Беспрерывно. А это устройство, которое работает в пределах начального и конечного эффектов самоиндукции. Когда мы включили цепь, что-то такое ток пошел, потом прошло продолжительное время, а оно закончилось и где надо выключить. То есть, взял и выключил раз, и там другое событие произошло. Когда включили цепь раз и подсело как бы. То есть, это как бы противо ИТС получилось. А когда мы выключили, вдруг произошел всплеск электрической энергии. То есть, из этой цепи выскочило некое электрическое динамическое поле. И оно заполняет эти пустоты, да? Получилось. А оно? Нет. Дело в том, что самое главное открытие было такое. Значит, когда я сделал этот качер, я никак не мог понять, почему он работает. И понял, после того, как понял, что вот сначала происходит потребление тока, а потом эта энергия накопленная выражается в другом каком-то факторе. А этот фактор оказался электрическим динамическим полем. Мы знаем это самое статическое электричество. Там почесали какую-то янтарную палочку, а вдруг появилось у нее какое-то электрическое поле. Она там бумажки к себе притягивает. Он мигает. Что происходит? Нормально. А динамическое электричество – это вообще просто проявление вот этого процесса. Соединение цепи и разрывы цепи. И я себе сказал, а значит, что мы знаем про атом. Атом состоит из электронной оболочки и ядра. А в ядре находится электрическое поле. Да. А в оболочке есть электроны. Электроны – это создает один вид поля – магнитное. А этот самый ядроатом создает электрическое поле. То есть, если я соединил цепь, электроны с помощью батарейки выстроились в линию под действием электрического поля. Это как юбочки. Электронные юбочки как-то выстроились в рядочек. И эти юбочки вот этим самым движением электронов с одного атома на другой, они выработали с помощью правила буравчика электрическое поле вокруг проводника. Раз они выработали электрическое проводника, значит, они захватили магнитные моменты атомов окружающего вещества и совершили над ними поворот, механический поворот. Потому что атомы как-то были рассыпаны, а вдруг мы их упорядочили и создали какое-то положение. На это потратили мы энергию источника питания. И источник питания на то, чтобы они вот так вот повернулись, подсел. И это оказалось противоедрес. А когда мы выключили источник питания, в этот момент магнитные моменты атомов окружающего вещества вернулись в исходное состояние. А тем самым эту вот энергию, которую они накопили во время соединения цепи, они вернули в проводник. И в этом проводнике образовался импульс электрической энергии, который мы увидели на осциллографе, на том, что в электростварке есть всякое такое. Вы эти импульсы соединили. Как? Импульсы соединили. Да. Импульсы, которые были, они разъединились. Но в сварке, когда мы делаем сварку, тогда получается то, когда это всё происходит через разрядник, то они происходят периодически. То соединяются, то разрываются. Потому что тут у нас, что называется, нестабильная атмосфера. Ну, по крайней мере, люди, которые изучают эту сварку, разрыв цепей, они увидели, что… А дальше? А дальше получается что? Что это очень, в технологии, очень полезная штука. Феноменальная. Да. Полезная штука. Потому что, вдруг, откуда ни вознесть, появляется новый вид поля. Значит, заберём какую-нибудь железку, да? Она и к чему не подключена. Подцепляем его. Вот это и ничего у нас не получается. Ну, не получается, не получается. Вот сейчас, может, здесь где-то в другом месте получим. Так. Так. Раз. Опять не получается. Ну, не у всех всегда получается. Всегда. Не у всех всегда. Это самое. Потом эффект присутствия… Это самое. Да, это не неведомо. Да нет. Вы и того показали очень много. Спасибо вам огромное за такую мощную экскурсию. Так, сейчас… Не-не-не-не. Сейчас я просто… Я просто не вижу. этих самых приборов, которые мне это показывают. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот они. Вот приборы, которые показывают. Вот прибор, он ни к чему не подключён, но на нём есть, так сказать, диод, да? Я подцепляю к этому устройству, а он отклоняется и показывает, что здесь что-то такое есть. Непонятное. Значит, вот сколько тут миллиампер? Ну, я не вижу. Сколько тут? Триста. Триста. Триста? Триста. Триста миллиампер. Зашкаливает. И они зашкаливают. Вот так вот просто от ничего. От ничего. Значит, в этом что-то есть. А в этом есть вот что. Дело в том, что динамическое электрическое поле, вот то, что там притягивает этот самый гентарь, оно имеет силовые характеристики. И выглядит оно, электрическое динамическое поле, в виде электрического диполя. Диполя. Да, электрический диполь. Триста. То есть, когда я беру катушечку. Так. Сейчас. Так. Что-то надо мне ее включить. А то я не увек. Когда я ее... Ой, ребята. Старость, не радость. Мне приходится применять очки, оптические приборы для того, чтобы что-то такое... А сколько вам это... Мне не скромно, здесь 81 год. Так. Так. Ну, у меня этой вот... Нет катушечки. Ладно. Вот сейчас у меня, на всякий случай... Вы меня слушаете? Да, конечно. Вот сейчас у меня стоит катушка, которая намотана бифилярно. Вот два провозочка и бифилярно намотанная катушка не должна и излучать никакого поля. А ну... Резистор. Резистор. Ага. Резистор, я думаю, что самое создает какие-то колебания. Вот. А чего? Спрашивается. Если... Если это... Это резистор. А, причем... Причем... Что тут интересного? Вот это вот 6 с половиной вольта. Это то, что я ему даю... А, причем... в базу, я задаю смещение в базу 6,5 вольта, чтобы открыть транзистор нужно 0,8, ой, я сказал 6,5, 0,65 вольта, чтобы открыть транзистор нужно 0,8 вольта, а я подаю смещение, которое создает диффузионный ток, 0,8 создает дриффовый ток, и тогда будет всякая такая мощность, а 0,65 он создает колебательный процесс, причем я включил, что получается, вы меня застали, что называется, врасплох, да, оно все происходит, это я сейчас, тема, которую я сначала включил, включил этот самый генератор, увидел, что тут что-то такое колеблется, потом увидел, что это что-то такое колеблется, это значит, я включил вместо генератора прямоугольного вымельца просто источник постоянного тока, это самое, 0,60 вольт, который создает дриффовый ток, и у меня катушечка бифиллярно намотанная за генератора, что вообще не может быть, потому что не может быть никогда. А оказывается, это моя правильная теория, потому что, когда мы создаем этот самый, то мы не можем намотать все, что называется, четко, у нас есть какие-то там дислокации, погрешности, и от этих погрешностей возникает чего-то, то есть не точная компенсация одно с другим, а какая-то там есть, какая-то есть… Но берет из эфира ведь все, получается, из эфира берется все. Да. Дело в том, что когда я это все говорил про соединение и разрыв цепи, и сразу возникает вопрос, а что является… Основой. Этот самый, не основой, а стационарным состоянием. Ага. Положение атомов в стационарном состоянии. Когда я включил цепь, там появилась неоднородность, это самое… Тут появилось дополнительное магнитное поле, оно что-то там такое повернуло. А в оно вернулось… Вернулось, значит, оно… Вернулось в стационарное состояние. А в стационарном состоянии его что-то удерживает. А удерживает это какая-то сила. Сила. И я ее назначил такую. Сила, которая удерживает… Сила, которая удерживает солнечную систему и галактику. В блинообразной плоскости. То есть, по центру что-то такое стоит и удерживает галактику, солнечную систему в эквитериальной плоскости Солнца. Значит, мы это, вообще говоря про нее не очень хорошо, чего все знаем. Но знаем, что вот так некрасиво она поступает, так сказать, с макрочастицами, такими, как Земля и такими, как… там Юпитер, да? Почему им так не поступать с… Да. …с… …с атомами. …с атомами. Все. Таким образом, вот в этом случае, у меня вот эти вот дислокации, которые получаются в результате неправильной намотки, это самое… Вот мы их сейчас… Вот, пожалуйста. Но если мы входим в резонанс, то мы можем это использовать… А если мы входим в резонанс, то мы можем использовать это… Дело в том, что… Мы можем это использовать в том случае, что если мы… Если у нас вот в этой вот штуке… Вот в этой штуке, да? У меня диполь электрическая. Да. Значит, тут одна часть имеет положительное значение, вторая часть имеет отрицательное значение. Они складываются, эти диполи. Значит, вот если там есть этот самый электронное облако, которое нам поставляет Солнце. Да. Мы его видим, это электронное облако в южном и в северном сиянии. Значит, вот оно всегда есть, присутствует в наличии. Случилась там эта самая облачность, да? Эта облачность насыщается вот этими самыми электронами, потому что оно тоже вообще состоит из атомов. И, значит, там есть… Я видел, например, в Калининграде грозу, она вот по всему горизонту, вот здесь вот вдруг возник разряд, и он пошел по всему облаку, по всему горизонту, друг с другом. Это самое… периодически. Потом тут все закончилось, потом пошло снова… вот так вот по всему. То есть это значит, что вот это устройство, которое имеет, так сказать, структуру диполя, в тот момент, когда здесь вот появилась положительная часть, об этом отрицательная, все электроны потянулись к нему. И вот они образовали вот этот вот факел. Они пришли на этот факел и создали… Показали себя, да. И создали здесь сверхъединичность. Если бы мы… Ну, а мы уже научились. Есть такие люди, которые научились. Они пришли в лес, заткнули этот самый кол в землю и пять киловатт, так сказать, отсюда получили. Они пять киловатт не очень полезные, пять… это самое… пять киловатт лампочки зажгли и все, они зажглись ниоткуда ничего. Они… это самое… сюда вот 300 ватт, а получили пять киловатт. Все. То есть, вообще говоря, пожалуйста, мы имеем, так сказать… Вы имеете… Вы знаете, как создать это устройство? Все вот говорят, что получили пять киловатт. Вы знаете, как сделать? А что сделать? Надо просто понимать, как это устроено. И все. А раз… Павел Ильич, ну, вы десятилетиями об этом говорите. Инженеры военно-промышленного комплекса у вас были, видео есть, слушали вас, головой кивали и пропали. То есть, не понимают? Да нет. Они меня не понимают. А что? Я хожу… Значит, меня тут зацепил какой-то в мои… Прихожу я в мои. И начинаю ему говорить, слушай, как хорошо, если ты сделаешь все на датчике Бровина. Ну, что ты мучаешься с этими самыми… Как они там называются? Сопределение меняется от этого самого… Как это называется? Забыл уже. Для… Для остаток? Как? Для остаток? Нет, нет, для… Ну… Значит, 81 год полагается быть деменцией. Деменция. Значит… То есть, предлагает… А я вижу, топор… Топор – это для того, чтобы рубить… Этих самых… Рыбу я покупаю, я пытаюсь рыбы… О-о-о… И чтобы рыбу можно… Григодную к употреблению, мне ее надо вырубить на честь. Да нет, подвал у вас просто замечательный. Да. Значит, еще раз… Значит, пришли в мои… Говорите, что можно… Да, у них все… Для того, чтобы… Да. Для того, чтобы… Блин, ну как они… Как он называется этот самый… Когда растягиваешь эту самую… Динамометр? Да нет. Растягиваешь… Растягиваешь… А что про сопротивление? Блин. Ну, там такой этот самый резистор, и я его растягиваю, он увеличивается, признается, сжимая, она… Блин, ну как… Это называется… Где-то элемент? Да нет. Ого. Ну, у них на одном, да. А вы говорите же, надо… Да. Не, ну, потому что вы там пять процентов из этого самого… И с двухом где-то там… Используете… Используете… Пять процентов выжимаете. Потом в этих пяти процентах что-то такое… А здесь предлагается совершенно другая… А тут все, вы сразу получаете все, и в динамике, и во всем. Вы возьмите… Вот у вас там стоит этот самый… Труба электро… Там какая-то там динамическая, да? Вы не ставьте… Ну, как оно называется? Да ладно, нервно сидит, так я тихо… Подождите, я сосредоточусь, кому-то вспомню. То есть, датчик… Ту господи… Ну, что… А, тут интернет не работает. Что он определяет датчик? Датчик изменяется… Да ё-моё… Да ё-моё… Датчик… Выключайте её, а то она… Да ничего не будет с ней, а то… Значит… Я ей, между прочим, лечу себя… Между прочим… А, да… Это идёт… Между прочим… Между прочим… Вы откуда знаете, сколько мне лет? И вы мне сказали только что… Да… Потому что я вам сказал… А мне никто не даёт… Мне 81 год… Да… Вот эта вот штука… Она… И потом, когда вы смотрите в электрокарлиограмму… Там… Вот эти самые импусы… Вот ровно такие же, как в качере… То есть, ваша вообще нервная система работает как… Качер… Как качер… Да… И вам для того, чтобы, так сказать… Разобраться в своих этих самых… Энергиях… Да… Энергиях… Энергиях, которые у вас есть… И там вот что-то там излучается… Там… Я опять… Я никак не могу вспомнить, как он называется… Датчик… Да… Что он делает? Что он меряет? Что за… Он измеряет сопротивление… А… Датчик… Измерение сопротивления… 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 Наверное, я не знаю Тензодатчик, да Тензодатчик, вот о чем я хотел сказать А здесь, и там вы получаете какие-то доли процента От этого самого А здесь вы получаете разы Огромный капитал Да, нет Вопрос, вы можете в этих разах Так сказать, нужную свою часть выделить Потому что То есть у вас Точность измерений И в динамике вы ее можете увидеть И в каких-то там чего-то индивидцах Вы все увидите Например Вот у меня Камера Которую я вдуваю воздух С помощью Насоса С помощью насоса Вот он насос Так Беру и накачиваю Здесь стоит у меня Здесь у меня Стоит Вот здесь Вот у меня Стоит Внутри Какой-то там Качер Который выглядит Который выглядит Открывает Открывает Не надо Не хочу Не надо Не надо Не надо Не надо Не надо Не надо Который как-то выглядит Как-то выглядит Да Это будет секретом Как он выглядит Вот он у меня Где-то в этой камере Стоит Да Да Все Я включаю Вот Чистотомер Начинаю Выдувать Этот самый Воздух Выдувать И у меня Меняется Чистота Как хорошо Это Манометр Который Отличается Вот от этого Манометра Тем Что здесь Вот в этом Манометре Стоит трубка Бурдона И она Как-то там Отклоняется Тоже на Проценты А у меня Здесь Чистота Меняется В разы А Почему у меня Не получается Ее Так сказать Внедрить В этот самый Потому что Она нестабильная Эта частота Но То есть От вас Все просят Готовое Законченное Изделие Желательно Сертифицированное Госты Снипы Да Да Говорят Ты изобретатель Нам неинтересен Ты принеси Готовое изделие Мы проверим Если оно все нормально Купим А так До свидания А так До свидания Потому что Если оно у тебя Это самое Меняется У тебя показания Там на 20% Нам это не подходит Нам не подходит Нам надо На 2% Милой Когда ты Измеряешь Этот самый Скажем Точность Измерения В книжке Ты не знаешь толщину этого листа ты берешь ее и измеряешь вот этот диаметр включаешь количество листов и измеряешь среднеарифметическое вот этих самых листов ты возьми вот это изменяющееся и раздели и будет тебе счастье а он у него то в голове то что раз ты мне показываешь толщину листа вот такую вот и она меняется у тебя значит у меня все меняется давление такая величина которая не меняется мгновенно а потом ты не знаешь какие ветра у тебя находятся в этой камере потому что вот здесь в этой камере какой-то ветер какую-то часть времени он измеряет то что у него было вот в этом квадрате а потом в другом квадрате то есть то есть это не может быть вообще постоянной величиной потому что для этого надо представлять 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 себе все то есть если ты вот это измерение поставишь у тебя вообще потребитель ты газ продаешь всему населению у тебя там 150 миллионов человек а там еще миллиарды так и и ты не знаешь как у тебя распределяется это самое ты поставь у каждого по датчику по датчику потому что как он измеряет он поставил вертушку какую-то вот она эта вертушка у меня там воду измеряет да у нее тоже плюс-минус трамвайная остановка вообще говоря это точность ну вот что-то какое-то там есть а здесь частота которая меняется в секунду там сто тысяч раз и ты можешь это все поделить на сто тысяч и все такое и увидеть это все ну ты хотя бы принюхайся к этому ядренок корень он же даже вот вникнуть в эту суть не хочет только коммерческая заинтересованность да и он говорит мне когда я вам сейчас про мои говорю да я прихожу в одну контору он говорит ну зачем мне это я купил у китайцев какой-то там дачи да он стоит да он стоит у него все сертификаты я ему верю как ты можешь ему верить ты сам его не проверял поверил тому кто продал красному да все и живешь на этом и веришь в то что он там тебе написал какие предложения только научить население делать 5 киловаттные источники чтобы в поход пошел и у тебя 5 киловатт музыка работает телефоны заряжаются все есть все есть значит предложение теорию вы рассказали я выложу это дело да но все равно все скажут блин научите какую деталь ну какую запчасть значит так значит у нас есть такая контора Ростех да у нее есть целый электронный комплекс у которого вот вся в этом есть эта надобность вот голос единицы тоньше писка у него есть бабки которые он может сказать ну-ка разберись разберись мне в этом самом и создай мне ту самую справочник как что и как происходит ты мне объяснишь что происходит внутри транзистора ты можешь мне объяснить что у тебя то есть вообще говоря надо что-то такое приложить к тому к тем научную группу знание чтобы Ростех заинтересовался это должен быть указ президента а для этого мы должны победить на выборах и должны быть наши представители в органах исполнительной законодательной власти а вот пока мы не победили на выборах а готовимся Владимир Ильич дело в том что вот вообще говоря должно победить добро должен должен победить здравый смысл здравый смысл который говорит что если я положу вот эти 15 копеек в это вот все то я получу в результате рубль когда у меня это все выйдет на гора ну не работает но вот глобальная волна 15 лет гражданам оповещают на граждане в состоянии товарища который купил китайские датчики не готовы общество вкладываться вот так вот но обращение к единицам вот вы говорите вы знаете как сделали 5 киловаттное устройство или нет или вам рассказывали к вам пришли и рассказали нет я посмотрел это в интернете а посмотрели в интернете предлагаю повторить давайте проведем опыт фейк это или не фейк сейчас я своими тощими сколько надо денег сколько надо денег потом мастеров мастеров приведу от вас научный руководитель вы посмотрите даете список что купить мы едем покупаем приезжаем делаем под вашим руководством был у меня такой Алексей Снегирев ну начинаю зачем так словно не продать давайте двигаться вперед давайте двигаться вперед конкретный прототип Ярослав Вы же его знаете Ярослав Тарухин прислал меня к Снегиреву он меня бутутушкался со мной и говорит да пошел ты ну он хотел датчики внедрять в дома но не пошла тема я же говорю о теме прорывной если у нас на кону стоит устройство которое генерирует энергию то есть заинтересация у меня устройство которое позволяет изменить технологию прокачки газа для этого надо победить на выборах еще раз да причем мы не можем в действующую систему почему значит есть 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 газпром ну это фантазия Владимир Владимирович ну это фантазия ну как же я из газпрома я когда был Седых и этот самый и Вякирев они меня лично знали я мог прийти вот я об этом и говорю когда что о вас прекрасно знаю есть и они меня знали и они мне могли передать Седых мне доверял и послал меня на кирпичные выселки и сделал я оба это все все сделал но потом я пошел в свои конторы в которых я работал где меня знали показал результаты исследования этих манометров они мне говорят ты сделай так чтобы у тебя была точность измерения 0,2% а у меня полтора полтора так как обычно а так мне это зачем вот так вот ну это говорит чиновник которому вообще говорят все на лампочке потому что у него ой я когда с ним я с ним я с ним сидел вот тут на партсобраниях это самое и слушай я живу от того что продаю вот это вот все мне идет какие-то проценты ты мне сейчас сократишь эту вот эту доводную часть зачем ты мне нужен говорит он мне так вот открытым текстом вот значит добрая воля она я не знаю как ее эту добрую волю это самое добрая воля да добрая воля нужна ваша добрая воля стать научным руководителем пожалуйста если вы говорите вы смотрели в интернете нужно и вы об этом говорите повесуете вот Шипов например съездил в Южную Корею про Слободяна говорят вот свободная энергия в интернете столько роликов вот уже получают свободную энергию но есть один только нюанс есть группа в которых тысячи человек люди готовы заплатить миллионы долларов но они говорят пока никто не предъявил рабочего прототипа а в интернете все фейки поэтому очень чрезвычайно важно если вы повторяете тезис Юрия Степановича Рыбникова пришел бы ты ко мне 20 лет назад я вот 15 лет тому назад пришел видите один Снегирев только объявился я инженера ВПК к вам прислал тоже почувствуйте ну ресурс какой инженеры военно-промышленного комплекса пришли к вам вы в Газпром там бились я пошел чуть по другому типа первому лицу там ВПК еще что-то это для чего потому что будет разбор по лету скажет Ярослав а ты что сделал я говорю как что сделал молодежь ВПК вообще-то была лично в гостях приглашена вот видеозапись но дальше следующий шаг это не работает зачем тратить время ну призывать к ним мы можем повторить попробовать повторить все вот измерение давления 5 киловатт нужно показать на приборах 5 киловатт это не моя тема я эту тему я эту тему с первого раза а вы говорите что если вы поняли мою теорию вы будете знать как собрать а сами знаете как собрать давайте поможем вот я не знаю если вы не знаете я тем более не знаю как собрать да ой быстро собрали вот вот этот собрал этот самый это не 5 киловатт нет не 5 киловатт но есть этот самый Как его зовут Который живет Владимир Лебедев? Да Ну он собрал эти катера А как дальше выйти на 5 киловатт? Я к нему приходил Он мне давал эти самые Ну в общем подумайте Владимир Лебедев Понял Дело в том что Я то теперь уже все Я тебе сказал Вова Ты должен Вот есть у тебя этот самый Научный так сказать Вклад В развитие человечества Ты его должен дальше Вот я увидел Ну вот она задохлась Не знаю что там Что там переключилось Это самое Ну вот ты делай это Да Вот Я тут наступил на какую-то ветку Мотовелов там Какой-то Ну вот и Мотовелов меня так сказать На эти вот Бюселярные эти самые Наталкнул Сподвинул Да Сподвинул Ну вот я сподвинулся Но это в моих силах А если я буду А если я буду Нет нам нужно на принципе Качево именно Действительно Чтобы устройство было Чтобы оно Можно было показать Для этого нужно Просто Состреточиться на одной теме Вот одна тема у меня Измерение давления Измерение давления Электронное И я ее готов Так сказать Продвигать Ну уже Это самое Она получается Продемонстрирует Да вот продемонстрирует Он демонстрирует Пожалуйста Я это могу Продемонстрирует Ролики есть Сейчас не будем Отрываться Показывается Меняется давление В плюс-минус И внутри материала Происходит изменение Которые Электронными средствами Регистрируются Дальше ты через микросхему Все сигналы Отсеиваешь Калибруешь Ну как Калибровка Любого устройства Происходит И получаешь Средневзвешенную О чем говорит Давление Резко повышается Да Совершенно на иных Принципах Но это то О чем говорит Глобальная волна Что внедрение Прорывных технологий Это заседание Госсовета Внедрение новых Госсов Снипов Это нигде не проверено Не дай бог аварии Это уголовная ответственность Никто не хочет Даже Ну не потому Что там заработок Корысть Мы не знаем Как бы Но по действующему Законодательству Нету метрологии Заключения Безопасности А изобретатель Это один не может сделать Это логично Да Первое Что я сделал Я сделал Датчик давления Я взял Этот самый Манометр Воткнул его В трубку Бурдону Вот эту Свою Пару И показал Проверил На испытательной станции Газпрома Потому что я пришел К этому седых Александр Забыл Как Союз Отчество Это был Там Начало 90-х Он меня помнил И я его знаю Я работал В союзе Рубежья Станция Что они Принес Принес Три Манометра Все получилось Все в пределах Это самое Но когда я прихожу В союз Газавтоматику Мне говорят Мне говорят А давай А давай нам 0-2% Не лай Я в этот Манометр Ни разу Не вкачил Не вдул давление Я все делал По геометрии Я ничего не делал Я еще Испытаний Никаких не проводил А у меня получилось Полтора процента Ты И потом Ты помнишь Что я просто Этот самый простой Советский комсомолец Васик Который По месту жительства Что-то такое сделал Это же Ни-ни-ни-ни-ни У которого Есть эти самые Вот это и есть Тот принцип Который надо Показать Именно чтобы Работающие Я работающие Показал У всех У них Там Во всем Газпроме Есть Эффективный менеджер Тебе скажет Что мало изобрести Самое главное На рынке Это упаковать Продвинуть Договориться Это и есть Мастерство бизнеса Об этом и речь Обращение к обществу Что если идти По этой парадигме То люди Это новая нефть И нас будут Все пользовать Прихожу На завод Хруничева Приношу И показываю Вот ты можешь Везде На всякие На все свои Лючки Поставить Вот это устройство Вот оно Очень хорошо Только ты мне Дай его Сертифицированные Дай И при этом Эти инженеры Естественно Ищут поводы Для грантов Ищут темы И вот Живая тема Вот научный Руководитель Но очереди Инженеров Не видно А когда я говорю Про эфир Они говорят Ну все Хватит Вашей сумасшедшей Темы Да Да Потому что Вот этот Мотовилов Он значит Когда сделал Свой трансформатор На бифилярной обмотке Он значит Туда Загнал Там темную энергию Вот он Темную энергию Извлечает Этот самый Трансформатор Он от рака Извлечает Потому что Потому что У него там Какое-то излучение Темная энергия А у меня Это Так сказать Электрическое поле Которое Сликается Из ядра Атома У нас все По-разному Спасибо вам Огромное Пора нам идти Огромное Мне А возьмите И И Сделайте Это Сами И Попробуйте Это Своей головой Это Объяснить По-другому Если Получится У вас Я буду Вам Благодарен Да Объяснить Не хотят Пользуюсь Случшем Давайте Сделаем Рекламу Вы же Проводите Экскурсии Пешеходные Да Да Расскажите Момент Чуть Называется Хайк Хайк Народ Точка Народ Ру Там Такой Этот Самый Руководитель Зовут Которого Ильич Все Вы Пожалуйста Ходите Со мной Я буду С вами Общаться Столько Сколько Вы захотите Сколько Десять Километров Проходите Ну Вообще Двенадцать Но За три Часа За три Часа На Хороший На Хороший Воскресенье Когда В среду Вот Всего В нынешнюю Среду Пожалуйста Пойдем Мы От Кропоткинской До Повелецкого Вокзала По Москве Я покажу Как Собянин Спасибо Ему Украсил Наш Город Москву Украсил Вы Экскурсии Рассказываете Я Рассказываю Что здесь Было Когда Мне Было Там Десять Лет А потом Что Здесь Стало Я Прихожу На Малую Пироговку Вот Здесь Была Мостовая Состоящая Из Булыжников Справа И слева Были Песчаные Тротуары Никто Не чистил От снега Это все Здесь Можно было Кататься На Коньках У меня Были Снегурки Я катался Здесь Садился Прицеплялся Я К этим Самым К К Санкам Которые Везли Из Шестого Х Хлевозавода Развозили По Палаткам Хлеб Я Прицеплялся К И ехал За ним Вот Это Вот Мое Это Мое Детство Здесь Здесь был завод «Каучук». На народных гуляниях по праздникам были прожитера, и они светили вот на эту сцену. Но все друг друга знали, когда я шел по Малой Пироговской улице, я со всеми здоровался. Вот так вот было. Потому что это все были либо мои школьные, либо знакомые моей матери, и все такое. Вот такое было время. И очень, ну, я не знаю, там и хорошее, и плохое было. В общем, заходите на сайт еще раз, как называется? Хайк.народ.ру Хайк.народ.ру Все, дорогие друзья, сегодня 4 октября 2021 года в гостях у Бровина Владимира Ильича. Ребята, у нас еще чай в программе. Спасибо. Бежать уже надо. Все, выключаем. Все, выключаем. Угу. Эфир! Эфир! Эфир!